друзья всем привет мы в декантере и продолжаем говорить на самые насущные темы говорить о интересных трендах которые сейчас есть в мире вина и приглашать для этого необычных гостей профессионалов своего дела и сегодня в гостях у меня алиса кондратова дефор представитель французских виноделов человек с большим опытом который поможет нам раскрыть много секретов и нюансов французского виноделия алиса добрый день добрый день всем привет всем здравствуйте огромное спасибо за такое представление буду счастлива и рада поделиться с вами о том что знаю то что прожила и да это важно мы в общем говорим всегда честно говорим о самом интересном и пытаемся донести правильный посыл для тех кто стремится как начать разбираться винах так и уже обладает каким-то богатым или не очень своим опытом чтобы в дальнейшем все равно расти давайте наверное начнем с коротенького знакомства расскажите как вы пришли к этому моменту понимания вина опыта вина с чего все началось может быть каратиничка как развивались события как в общем-то начиналась история история работы с французскими виноделами начиналась у меня в конце 2017 года когда я создала свою компанию и на энтузиазме да вот на вот такой вот винной волне с уже опытом который у меня был решила делать то что я когда-то делаю да для других для себя то есть я консультирую французских виноделов и помогаю им выйти с экспортной стратегии с продажами на различные рынки работаю с россией работаю с скандинавией с канадой с германией с англией весь этот опыт он позволяет мне многомерно посмотреть на проблемы рынка и на те потребности которые есть как убить уби такие убит уси естественно клиентов и также помочь виноделам максимально выстрелить на этих рынках плюс я работаю с байерами до закупщиками с клиентами которые просят меня достаточно часто проконсультировать их и подобрать оптимальный ассортимент то есть я работаю с ними в такой длинной цепочке от изучения рынка и до подбора полного ассортимента вина вот в этом заключается сегодня моя деятельность бэкграунд мой в винном деле назовем его так довольно обширен то есть я прошла все стадии работы в винных компаниях в импортных и экспортных операциях в маркетинге в продажах работаю и живу во франции с 2008 года всегда занимаясь вином начинала в лангедоке в крупнейшем производителе работа крупнейшим в крупнейшем производителе французских вин затем переехала жить в прованс и влюбилась в южную долину роны затем и северную а если говорить еще о более прошлом опыте то работала в компании импортере компании сварок которая существовала у нас довольно успешно на рынке и занималась всем портфелем французских вин подбирая и продавая соответственно ассортимент россии друзья мы не будем сосредотачиваться на каких-то конкретных регионах мы затронем тему мы говорим о бургундии соответственно мы поговорим о юге франции и может быть каратенечко затронем какие-то центральные регионы бордо поэтому человек с таким опытом с такими знаниями наверняка нам откроет массу новой информации подписывайтесь подписывайтесь прямо сейчас на телеграм-канала декантора на социальные сети декантора следите за нашими роликами и в общем то я думаю что вы гораздо больше получите актуальной информации которая позволит вам как выбирать бутылки придя в магазин сполок так и формировать ваш вкус давайте начнем тогда наверное с бургундии мы чуть позже перейдем к производителю которую который у нас представлен на столе это не просто так но наверное мой первый вопрос как вы бы могли оценить начиная с семнадцатого года интерес к бургундии развития бургундии мы знаем прекрасно что есть великие дома топ из топов лучшие в своих проявлениях пенонуары и шардоне но вот как вам кажется за последние почти уже семь лет или шесть лет как изменилось отношение к бургундским винам бургундия была и остается премиальным сегментом естественно да мы все об этом очень хорошо знаем с 2017 года да который был таким как вот его называют еще годом такого виноделы что ли выдохнули до после 16 который был относительно холодным после 15 года который был супер солнечным и после приятного 14 года да то есть вот 17 позволил произвести определенный объем урожая который затем вот эта тенденция до нормальная скажем так хорошая да она продлилась 18 19 и 20 году то есть вот эта триада до лет великолепных практически во всех кстати регионах франции она подпитала да она подпитала виноделов она подпитала публику подпитала клиентов и дала возможность раскрыть наверное потенциал который мы увидим еще через 5 10 15 лет этих годов затем знаете таким на данный момент в 23 году мы можем об этом говорить решающим был 21 потому что он несколько перебил все если можно так выразиться да то есть это был год когда может быть вы знаете и наверное много слышали об этом 80 процентов урожая бургундии было потеряно и не только бургундии это еще касалось и северодолины и луары и так далее коснулось это очень сильно белых вин и белых бургундских вин и соответственно вот спрос дефицит да все эти тенденции рынка они оказались в своей классике и в 2022 году и уже в конце 21 мы увидели что собственно говоря нам и предлагать то очень сложно очень сложно работать с доменами очень сложно предлагать и продавать белые вина да и фактически моей практике те постоянные клиенты битуби с которыми я продолжаю работать на сегодняшний день вынуждены в кавычках покупать определенное количество красных вин для того чтобы получить белые пули не манраше и так далее да и другие знаменитые апелласьоны годов до 2021 то есть вин нет да это коснулся естественно всей бургундии и шабли да внутри поэтому вот я бы оценила сегодняшнюю ситуацию вин бургундии как спрос который рожден был рыночными показателями то есть дефицитом затем развитие все таки азиатских рынков естественно да вот тот производитель и негациант бутылки которого вы видите например очень много работает с азии я просто регулярно слышу что ну фактически очень много да все уходит туда спрос россии очень интенсивный да хотя сейчас вот да проехав с партнерами импортерами по москве мы увидели что наверное где-то ну в каких-то местах он падает да хотя вот ну вчера мы проводили мероприятие великолепно просто все прошло был сет состоящий из там 17-18 бургундских вин и интерес интерес есть да но есть экономический фактор который не позволяет вот это вот о рыночных тенденциях бургундии я бы назвала наверное вот ощущения мои такие то есть друзья немножко подытожил спрос на бургундию в частности белую бургундию превышает возможность предложений это связано с несколькими факторами основные это в общем-то сложности с урожаем есть нестабильные годы последних урожаев растущий спрос на ключевые вина в частности белого сектора ну и в общем-то экономика виноделов диктует свои правила эти вина увеличиваются в цене потому что спрос превышает возможность и соответственно некоторые любители вина по экономическим показателям не готовы познакомиться с например с не классическими винами бургундии базовых версиях а чем-то сложным это совершенно нормально так сейчас устроена тенденция мирового рынка ну и в частности я много с кем это обсуждаю друзья будем откровенны россия не является все таки первым ключевым рынком для бургундии в частности поэтому мы чтобы получить какие-то уникальные необычные бутылки в общем-то многие импортеры должны ну участвовать в определенной игре чтобы иметь возможность привести небольшие ключевые жемчужины регионов поэтому к этому надо относиться с пониманием вы упомянули производителя который не просто так стоит у нас на столе расскажите что это за вина у нас одно белое одно красное давайте познакомимся с ними и объясним нашим телезрителям почему именно они у нас на столе ну вот перед вами такие замечательно визуально классически представленные этикетки производителя с двумя русскими борзыми это русские борзые которые поддерживают герб семьи а сам производитель и бургундский негациант классический бургундский негациант который не только покупает вина доменов на постоянной основе но еще и сами вина и естественно их выдерживает у себя да называется престиж великих французских вин в переводе винный дом был основан около 40 лет аленом корсия знаменитым человеком да и его супругой к сожалению не так давно он покинул этот мир вот но суть в том что он был когда-то журналистом коллекционером просто коллекционером замечательных вин и престижных и решил 40 лет назад приблизительно эту коллекцию продать для того чтобы создать свой бургундский винный дом его супруга патрисия сейчас управляет этим домом сын рафаэль в семейном виноделии в семейном бизнесе недавно был приобретен домен винное хозяйство которое переведено на биодинамику и находится в меркьюрей кстати нестандартный меркьюрей очень нестандартный высоко оцененный экспертами то есть вот такой вот семейный дом который производит продает и выдерживает бургундские вина имея достаточно большие возможности как представлять вина под своим под своей маркой под своим брендом так и имеет огромную коллекцию винных доменов винных поместья хозяйства в штучном и старых винтажей в штучном исполнении давайте наверное мы вам поясним еще раз значит у нас базовая белая бургония за шардоне и news and george это по красное вино из пену нуара в общем-то классика которая уже на протяжении веков многим известно я задам этот вопрос многие кто следят за тем что мы делаем и о чем говорим знают что сейчас в тренде есть еще такой мягко говоря забытый пул сортов как в белом это олиготэ в красном это гамме как вы относитесь к конкуренции внутри скажем так очень классических устоев вот именно для бургундии в плане сортов потому что мы понимаем что подвинуть шардоне и пену нуар ну не получится никоим образом но составить им живую такую конкуренцию наверное получится вот как вы относитесь именно вот ну к происходящему скажем так еще друзья я поясню этот вопрос связан с экономикой олиготэ и гамме не настолько скажем так популярны в спросе и вы можете их найти по отличному балансу цены-качества не бойтесь открывать новые не бойтесь брать эти бутылки вы можете от них получить массу удовольствия и немножко сэкономить отношусь великолепно потому что олиготэ хорошо сделаны и вот я знаю некоторые хозяйства где это женская рукоделы да то есть женщины виноделы из семей старых бургундских домов которые производят нескольких доменах олиготэ да и представляют это вот в новом сегменте в винных барах в основном на сегодняшний день это пока французский рынок вот то что я слышала и то что я знаю но я думаю что тенденция вполне возможно когда спрос точно также будет рождать предложение пока она остается нишевой достаточно да но отношусь великолепно потому что это позволяет немножко по-другому посмотреть еще с учетом кстати климатических изменений с учетом адаптации сортов вообще на бургундию что касается гамме то сейчас есть великолепные виноделы молодые в божеле да которые вот и в крю и в в отдельных участках каждого крю там и в маргоне и во флори и в сент-амуре производят интенсивные в зависимости от терруара очень концентрированные замечательные минерально гранитные вот такие вот гамме да которые мне очень нравится ну вот есть такой замечательный винодел жан-поль дюбост например или вот если говорить о винных объединениях которые тоже может быть немного подзабыты незаслуженно да то вот очень хорошо развивается сейчас кап де флери например да это винное объединение внутри маленького крю внутри пожале который называется флери да и вот но столько нюансов да может быть у одного крю это все сорт гамме поэтому соотношение цена-качество позволяют представлять эти вина большему количеству любителей вина а и по-другому посмотреть на бургундию отношусь прекрасно друзья мне кажется живая конкуренция возможность попробовать что-то новое это всегда хорошо всегда интересно и потом вы можете сравнив получив опыт вернуться к своим любимым вином или наоборот остаться с теми кто произвел на вас новые эмоции новые впечатления вы затронули такую тему климата наверное бургундию мы оставим с точки зрения климата потому что мы уже сказали о сложностях в последних винтажах что происходит в южной части давайте поговорим здесь мы знаем что есть глобальное потепление становится жарче и соответственно солнца больше вина получается более алкогольные при этом рынок наоборот мне кажется сейчас очень сильно переформатируется в сторону легких менее алкогольных более питких вин как вы считаете вот на юге что там происходит в знакомого региона на юге происходит вот я могу рассказать немного о южной долине ронда где я живу и где я постоянно езжу знаете да то есть вот 22 год он в отношении климата и урожая показал что на самом деле у природы тоже не все так просто и неким образом она может компенсировать эту сама компенсировать и восстанавливаться особенно это было видно в южной роне потому что урожай 2022 года который был собран вопреки всему в хороших условиях да он ну вот нам это покажет если срезюмировать гидрический стресс лозы который был у нас в апелосьонах в акерас в южных крю да же гандас шатун в дюпап в кодюрон вилляж таких как сабле ну мало известны пока у нас россия надеюсь придут да и почему нет да и сегюре он создал такие условия что фактически многие виноделы начали применять либо ирригацию до которая была разрешена но а те участки на которых ирригация не проведена потому что ну канал там да или источник воды канал до карпата или дюранс река да достаточно далеко они просто были в панике потому что листья начали подсыхать лоза просто начала скукоживаться но затем произошло что-то это было у нас в конце августа да что позволило неким образом лозе сбалансироваться и во первых ну прошло некоторое количество дождей этого было недостаточно но дождь шел даже во время вот начала сбора урожая рекордно раннего в середине сентября и лоза все равно каким-то образом восстановилась и получилось что достаточное количество объема урожая в южной роне и довольно неплохое качество но пока еще немножко рано об этом говорить да но я думаю что мы это оценим ближе вот к выпуску может быть начале сентября когда будет новый урожай когда будем начинать пробовать первый выдержанный код тюрон и первый выдержанный крю поэтому алкогольный процент естественно повышается от года в году сейчас это не редкость встретить 15 и 5 или 16 но есть процентов алкоголя и это касается и шатунного дюбаб и всех крю а естественные тенденции рынка они такие что да нам нужно что-то более легкая и так далее и тенденции даже есть такие что розы да сейчас набирает все большую популярность например английский рынок сейчас делают целые проекты на несколько лет вперед для того чтобы розовое вино продвигалась и было постоянным спутником многих многих моментов жизни то есть не только красные вина и белые классические что касается регионов это код де прованс до розовые вина где у нас в основном производится или белых вин прованса который является просто большой редкостью да то естественно в этом году винодел в 22 году виноделы получили вот в связи с жарой до аномалии они получили очень маленький урожай и белый вина код де прованс это вермитин сорт у нас или роль да он просто на вес золота многие рынки спрашивают его то есть вот да вы правы потепление и климатические изменения вынуждают до виноделов адаптироваться но природа бывает что она и регулирует все сама да и результат получается не такой уж и друзья если вы вдруг еще не смотрели наш ролик про актуальные вина этого сезона летние вина пересмотрите там в общем есть отсыл к мнению профессионала который видит это изнутри что будет в дальнейшем играть скажем так первую роль и куда сейчас уже стоит обратить внимание давайте по еще такой вопрос у меня возник вы сказали про розовые вина как тренд я думаю что основным трендом я продолжаю это верить будет розовая из бургундии она в общем то сейчас уже показывает очень серьезную динамику в лучшую сторону а как вы относитесь к такой фразе что история вина циклично и скоро самым востребованным сектором винных любителей будет бордо как и раньше интересный вопрос ну есть ряд производителей бордо да то есть это поместье малоизвестные до определенных моментов до которые делают все для того чтобы действительно этот тренд вернулся я могу дать пример который я хорошо знаю да это производитель шато ракфор который находится в антрадемер да и до последних пяти шести лет находился на таком как бы некоем замблении то есть вроде все есть да теруар шикарный есть на том же плато что да и сантимиллион часть сантимиллиона теруар шикарный есть минеральность да то есть вот такие огромные глыбы мела как сказать меловые меловые глыбы да прекрасная аура национальный заповедник шато все все что нужно но вот не идет да значит что сделала что делали владельцы они поняли эту тенденцию до что нужно выводить бордо на самом деле она уже понятно давно из некого сегмента забвения и вот вот этих вот экстримов когда есть либо что-то совсем дешевое да что невозможно зачастую пить да и гран-крюк-лассе и есть какие-то там ряд регионов которые вот интересны но тоже это все идет волнами они постоянно что они сделали они просто решили изменить стиль белых вин несколько да то есть убрать выдержку в дубе сделать ее чуть меньше и сделать акцент это для белых вин да затем они выкорчевали часть вот этих вот меловых огромных глыб для того чтобы лазе было просто легче дышать да и развиваться соответственно вина стали более свежими более питкими но это если говорить таким простым языком да и что касается красных вин то сделали акцент на мерло в регионе антрадемер это вот ну по сути да естественно изменили технологию сделали гравитационный весь процесс работы с вином еще более гравитационным вложили в технологии и получилось и и плюс еще добавили туда изменения упаковки самого вина то есть например они стали производить моносортовые вина мерло и савиньон да где на этикетке они пишут мерло и савиньон под апеллосеном ауциборду я поясню почему для производителя важно выйти на рынок с моносортовыми винами не все участники рынка или простые покупатели могут считать легко информацию с этикетки на которой не указан открыто сортовой состав люди могут теряться или пытаться догадаться что за вино они получат а когда у вас на лицевую этикетку вынесен знакомый вам сорт каберне мерло савиньон пино нуар или шардоне вам гораздо проще оценить степень того привлекает ли вас это вино или нет и это способствует внутренней уверенности что вы получите ровно то чего хотите абсолютно верно и в дополнение к вот такому моносортовому подходу чтобы привлечь вас дорогие друзья да чтобы вам стало это более понятнее они также сделали акцент на некие участки виноградника и одно из вин например нас назвали ли ойш бляш что означает белые глыбы да то есть вот тот теруар а тот участок внутри которого происходит наибольшая минеральность который наиболее благоприятен для выражения минеральности они вино назвали вот таким вот образом то есть они модернизировали подход и сделали восприятие своего винного хозяйства наиболее доступным также сделали великолепное премиальное вино с совершенно модерновой классной этикеткой назвали его рока форте потому что это место до исторически было одним из первых поселений палеолита а рока форте это означает большая или сильная скала да вот вокруг которой все это поселение и существовало то есть модернизировали этикетку привели замок порядок поняли что необходимо да вот ну бордо делать доступным и прекрасно стали работать мы стали работать с канадой мы стали работать с россии кстати более классические варианты все равно какое-то время были приняты предприняты какое-то время были востребованы вот но вот тенденция пошла что она воспринимается и рынки ожили в отношении но вот это аксель бордо который многим понятен который более открыт и больше нравится я давайте друзья еще под себя добавлю такое пояснение рынок бордо многим кажется скучным и неинтересным если мы говорим о рынке до например крю буржуа выше крю буржуа и пример крю гранд крю там очень сильно задраны цены в общем то если вы хотите купить бутылку великого бордо многие люди в общем-то должны будут потратить достаточно серьезные деньги и на каком-то историческом моменте вот эти факторы как мне кажется они оттолкнули людей которые привыкли пить ровные классические глубокие вина от себя потому что но достаточно дорого бачу греха таить и в целом все вина стали не хочется говорить одинаковыми но в целыми похожими по стилистике и выбор стал для большого количества молодых покупателей новых любителей вина сложным поэтому многие переключились на италию испанию австрию германию другие регионы потому что там проще разобраться и вы получаете ну скажем так более такое экспрессивное вино и кстати я хотела бы добавить относительно вот этого производителя и тенденции вин бордо если друзья у вас будет возможность попробовать розовое бордо из сорта каберны фран вот прям рекомендую да это и гастрономичное вино и аперитивное и вот просто вспомнила о нем потому что как раз у этого производителя мы длительное время представляли и работали с ним для скандинавии для англии именно создавали да вот это вот совместно создавали этот розовый копернефран который у него сейчас есть рекомендую давайте заключительный тогда мой вопрос мы это обсудили но нужен уже такой более прямой отец как вы думаете давайте поставим 25 год например это через два года войдет ли в бордо в такой же флагманский выбор покупателей или скажем так подвинуть оттуда уже как мне кажется укоренелые стилистические итальянские вина тоскана пьемонт сицилия может быть туда бареоху риберро дель дуэро поставим и новый свет бордо на мой взгляд не входит в топ-3 выбора вот удастся ли за два года осознав что в общем то но уже пора что-то делать или вы окончательно скажем так займете такое место на полке в нафтолине а вот к лету двадцать пятого года как вы думаете бордо подвинет кого-то благодаря своей мощи исторической подоплеки возможностям но и все-таки уникальным туруаром не надо думать что мы ругаем вина бордо это совершенно не так просто ну как бы есть определенная тенденция как вы думаете мы через два с половиной года сможем с вами пересмотреть этот ролик ваш прогноз сможет ли бордо войти в топ-3 выброс полки например объем и потенциал для этого есть это совершенно однозначно дальше все будет зависеть как от активности межпрофессионального совета вин бордо и от внешних организаций да ну я думаю что все таки вот эти два три года это наверное еще небольшой срок для каких-то кардинальных перемен и для мощного возврата региона любого региона на рынок но объем и потенциал для этого однозначно есть поэтому пробуйте смотрите решайте сами и еще конечно все будет зависеть от наших замечательных дистрибьюторов импортеров да насколько они заинтересованы и насколько производители будут это все продвигать я благодарю вас за интересный диалог мне кажется много тем мы затронули насущных в общем-то на понятном языке объяснили куда стоит смотреть и что может произойти в будущем друзья открывайте все самое лучшее не храните бутылки в чуланах и не ждите чего-то что изменит рынок меняйте его сами пейте французские вина пейте бургундию пока еще она хоть в каком-то доступе пейте бордо ащите там что-то новое обязательно пробуйте розовые вина это тренд который уже сейчас заложен и смотрите наши ролики до новых встреч друзья спасибо спасибо вам всего доброго